Добрый день, товарищи, подписчики, друзья, соратники. Вот я 25 числа был здесь. Сегодня у нас 29-я сегодня. Вот я сегодня нахожусь на проспекте Ленина. Вчера выступала Матвиенко на проспекте Ленина возле санатория Арника. И ей доложили, что работы здесь закончены. Вот мы находимся возле санатория Плаза. Вот Плаза. Санаторий Димитрова находится дальше. Я делал три дня назад ролик, можете смотреть. Там такая же картина, как и здесь. До конца этого проспекта еще метров 500. И работы здесь еще на несколько месяцев. Так зачем нам врут-то? Зачем врать-то? Я не понимаю. Может, решили подставить. Вот санаторий Кирова. Сказали, что здесь фонтаны, дорожки, все. Осталось озеленение провести. Но вы прекрасно видите, мы сейчас пройдем туда дальше. Я повторяю, что вот тут, что дальше, видите, работает техника. Тут работы еще на несколько месяцев. А они докладывают об окончании работ. Вот еще вопрос такой у меня. Так, вот эта проезжая часть будет. Машина будет здесь ездить? Тут рядом проходная. Тут как-то опасно. Вот это будет пешеходная. Вот она, пешеходная. А вот машина. Видите? Значит, вот эта, что ли, дорога будет? Или что это будет? Может, тоже нужны подъездные пути. Подъездные пути к санаторию Димитрова. Видимо, будет вот по этой дороге ездить. И вот, смотрите, вот. Автобусы ходить, видимо, сюда не будут. Люди будут с чемоданами идти до санатория Димитрова пешком. Так что, за окончание работы, сами прекрасно видите, тут еще и плитку ложить надо будет, и все остальное. Несколько месяцев работы. Третье лицо государства. Либо ее подставили Валентину Ивановну Матвиненко. Губернатор Ставропольского края Владимиров. Либо что-то они скрывают, что работы закончены. И мы сейчас пойдем посмотрим, где же эти фонтаны находятся. Как же тут будет ездить? Неужели здесь дорога будет, проезжая часть будет? Это же дурдом натуральный. Это что за архитектура такая? Вот здесь справа пешеходная, а это дорога будет? Это полный дурдом. Сейчас мы пойдем посмотрим, где же фонтаны. Вчера нам заявили о том, что здесь фонтаны. Работы завершены. Представляете? У них работы закончились. Губернатор доложил Матвиенко об окончании работ. Ну, а если она поверила им на словах, за это дело надо губернатора, наверное, снимать с должности. Это как понять? Вы посмотрите, что здесь творится. Благодарить работу строителей об окончании всего. А тут еще и окончания не видно. Вы прекрасно все это видите. Видимо, власть это привыкла враньем заниматься. Кошмар. Грязище кругом. Вот здесь я вижу нарзанный источник. Вот нарзанный, синтюки 4, славяновская. Вот это нарзанный источник будет. Ну, вот это оригинально, красиво, хорошо. Нарзанный источник. Пойдем в фонтаны искать. Не довели Валентину Ивановну до конца. Ну что, друзья, вы прекрасно видите, что до окончания работ еще метров, я так думаю, метров 600 до окончания работ. Ну, я пока фонтанов не вижу. Вот краевой суд. Ой, краевой суд, городской суд. Адвокатская контора тут находится. Тут нету ни асфальта еще. Пока одна грязь. По грязи идем. Ну, как же так? Зачем же врать, что закончены работы, а? Зачем же подставили Валентину Ивановну? С какой целью? Вот, пожалуйста, все, что вы видите. Вот Кисловодский городской суд и заявляет о том, что об окончании работ. Ну вот, видимо, фонтан. Да, здесь будут фонтаны. Ну, а где же окончание работы, уважаемые друзья? Зачем же вы так дурите людей? Это вот дача Брынцалова. Сейчас вот пансионат у него. Или как там называют? Гостевой дом. Вот такая обстановка на проспекте Ленина. Ее довели до Арники. Сказали об окончании работ, доложили. А работ тут еще предстоит, я думаю, ну, 3-4 месяца, это точно. Галочку поставили, наврали, отписались. Я хочу сказать следующее, друзья. Продолжить тему для разговора. Вот на этом месте я хочу поговорить. По поводу обмана пенсионеров к Новому году. Увеличение пенсии там на 5,9%, 6%, грубо говоря. Это где-то увеличение пенсии будет в пределах в пределах 600, от 600 рублей и до 1500 рублей. От 600 до 1500. Зависит от кого, какая пенсия. Умножаешь на 6%, вот, делишь на 100 и получаешь свою доплату. От 600 до 1500 будет увеличение пенсии. Если с арифметикой у правительства нормально, то пусть посчитают. Сметана стоила 60 рублей, сейчас она стоит 90 рублей. На 30 рублей выросла сметана, на 30. А то есть и по 100 рублей сметану, и по 110 продают. Ну, я округляю, беру Ставропольскую, 60, стало 90, 30 рублей. Я каждый день сметану покупаю. Умножаем на 30 дней, получается 900 рублей. То есть индексация пенсии, индексация пенсии получается только, только на сметану. А когда будет индексация пенсии на картошку, на яйца, на гречневую кашу и на все остальное? Это не повышение, не индексация, это ухудшение уровня жизни, пенсионеров. Вот сейчас мы находимся в таком месте. Вот я по поводу этого и говорю. Обман идет, обман идет со всех сторон. Обман идет о том, что закончены работы, а работа здесь еще на несколько месяцев. Обдурили нас с пенсиями на 6%, а инфляция порядка 30%. Минимум доплаток пенсии должна быть сейчас, не декстация, минимум 15%. Ну вот красивый такой тут памятник, видите, как солидно сделано. это молодцы. Ну вот здесь благоустроили. Вы поняли, что работы закончены, я как вижу, по и вы видите, до городского суда, от городского суда до входа в парк еще метров 600. И там работы еще немерено. Зачем же врать? Красивый памятник, ничего не скажешь. Это нравится. вот вы прекрасно здесь наблюдаете. Вот туда дальше в сторону Арники там находилась Матвиенко Валентина Ивановна. Она дальше не пошла или не захотела идти, или не повели ее, не показали ей, а доложили об окончании работ. Ну, об этом пускай нам расскажут они, зачем они обманывают людей о том, что работы закончены. До новых встреч! До новых встреч!